Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа Квартирник. Вы знаете, достаточно большой промежуток времени у меня заняло уговаривание коллектива, которое вы сегодня увидите, чтобы они пришли в гости ко мне и в гости, соответственно, к вам. И я бы так сказал, слава богу, что это произошло. Прошу любить и жаловать. Группа «Отпуст». Добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! Ну и позвольте сразу представить отец Павел, отец Максим и Екатерина. Так уж сложилось, так повелось традиция нашей программы, что чтобы мы сейчас окунули наших телезрителей в те чарующие звуки, которые вы исполняете музыку, давайте сразу что-нибудь сыграем, а потом мы пообщаемся и обращаюсь к нашим телезрителям. У нас прямой эфир, телефоны вы видите на своих экранах, поэтому давайте вместе проведем этот вечер. Группа «Отпуст» сегодня не в полном составе, и мы исполним, соответственно, не полные версии, а некоторые сокращенные. Первое называется «Надежда». Начинается она со вступления на гитаре. Слушайте. Я думаю, что мы с удовольствием это сделаем. КОНЕЦ 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 Играет музыка Время мчится рекой, я стою недвижим Обороты земли, все один за одним Я приду, я найду, будем снова, как прежде Между мной и тобой лишь дорога и звезд и надежда Играет музыка Хочешь-то забыл дорогу домой Но я ровно дышу, не без звезды сам Я приду, я найду, будем снова, как прежде Между мной и тобой лишь дорога и звезд и надежда Играет музыка Играет музыка Я поражен Я вот честно говорю, я поражен Давайте сразу определимся, кто руководитель художественный Кто главный режиссер Руководитель, наверное, все-таки я Хотя мы все руководители У нас все соборно, как положено в церкви Все мы вместе творим Ну я уже сказал о том, что группа отпуст Давайте нашим телезрителям объясним, что это такое Отец Павел Отпуст, это, если можно сказать, конечная молитва богослужения Отпустом заканчивается всякая служба Нам это очень понравилось название Многозначности Это в то же время окончание службы Ну и начало продолжения Ну и ежи И вот как-то мы решили за собой это название попробовать закрепить Кому пришла идея эта блога? Всем Всем В процессе поиска искали-искали Хотели емкость Какое-то написание интересное, опять-таки, с твердым знаком Конце То есть Само по себе это интересно И отпуст Действительно многозначно У нем есть и радость будущего То есть И некое подведение итога Просьба молитвы всех святых И возможность дальше творить дела Когда пришла идея Каким образом Я так говорю по-мирскому Набрать состав Количественный Какие будут инструменты Все импровизационно В основе импровизации набора Изначально мы начинали играть Еще будучи, когда я служил в Видном С отцом, сейчас уже Павлом Вот С другим, с дяканом Павлом Вот И потом мы познакомились с Катей в школе музыкальной И она изъявила желание Мы, конечно, отнекивались всеми руками, ногами Но она настояла Настояла Говорит, буду и все Взяли, играли Потом мы опять вроде как разошлись Я ушел служить в другой храм И там я опять преподавал гитару детям В воскресной школе И опять родились тексты И, соответственно, родилась идея их показать Конечно, показать Возможность дать И слушать Тогда такой вопрос Изначально дали себе установку О том, что играете только свои вещи Или пробуете какие-то другие исполнять композиции Ну, не знаю Юрай Хип Металлика и так далее Все интересно Все переиграно уже всеми, кем возможно И на всех инструментах И плюс материал накопился такой огромный В принципе, что мы свой материал не успеваем сделать Есть, у нас не хватает времени Потому что мы и служим И у нас между части Мы успеваем только вот Чуть-чуть отрепетировать Поэтому даже не все еще помним Ничего страшного Поверьте, каждый музыкант Говорит, что, как всегда Не хватило одной репетиции Екатерина Все прекрасно понимаю Но что это? Реализация чего-то нового Да, учитывая, что Ну, уже владеете давно инструментом Сами преподаете Это какой-то новый шаг По крайней мере новых вершин творческих Да, конечно Мне, во-первых, очень хотелось чего-то нового Потому что я никогда не играла Во-первых, в группе ни в какой Вот И когда вот Услышала у нас в школе И сама Напросилась В группу Мне очень захотелось И потом Ну, это всегда Вилончель в руках Когда преподаешь Забываешь немножечко Вот И поэтому хочется Где-то постоянно играть И без техника Ну, естественно Конечно Чтобы это все оставалось в руках Я когда Ну, приходят девушки Да? В коллективы Великие Приходят коллективы В которых Присутствует девушка И я всегда задаю такой вопрос Не обижают Нет Но в этом коллективе Раз такое возможно? Нет, невозможно Хорошо Да Отец Максим Как Откуда Приходят Слова Музыка Аранжировка Это Богом данная вещь? Ну, с гитарой Я давно занимаюсь И Наверное Какой-то Да, наверное Не доигранности осталось Хотелось всегда Чтобы Ну, нравится музыка В принципе Своем Поскольку Неотъемлемая часть нашей жизни И Если на гитаре что-то Сочиняется Это бывает по настроению Бывает переживание Неких событий Бывает Просто Находится Некоторые Красивые рисунки Которые в дальнейшем Обрастают и текстом И словами И навевают на некоторые эмоции Это все по-разному абсолютно Вы приходите И говорите Ребят Я вот тут Что-то мне не спалось Я взял гитару в руки Да? Вот что-то Послушайте Как? Как происходит Вот это О, вот это интересно Да А давайте вот так попробуем А давайте вот здесь Вместо Там не знаю Вместо соль Давайте попробуем Ля И все будет хорошо Есть какой-то такой Живой процесс Да Я прихожу Говорю Давайте Из этих трех нот Сделаем песню Да Вот приблизительный припев Даю отцу Павлу Отец Павел говорит Вот приблизительный текст Потом я пишу Какой-то может еще текст Мы с ним чуть-чуть Посмотрим Что лучше Что хуже Потом Потом уже в процессе Катя нам Свою партию Ну он мне пишет Отец Ну да А кто пишет нот на его партии Мы вместе Ну изначально Я пытался все это делать Но тяжело И времени много уходит Поскольку Не хватает консерватории Вот чтобы прям все слышать Поэтому методом Пишу Но не так Уже сложность Придет кому-то из музыкантов Какая-то идея Мы ее воплощаем Уже не знаю Потому что одно дело Да Ну я вот условно говорю Берешь гитару Да И по аккордам Ты как бы что-то исполняешь А другое дело Когда нужно Екатерине Какой-то да Нотный стан Чтобы понимать Как-то что-то чего Отцу Павлу Мы вместе Изначально Что-то я посоветую Что-то отец Павел Надо очень замечательно придумывать С каких С сегодня услышите Да С каких лет Это гитара в руках С 14 С 14 лет То есть достаточно поздно Да Поздно У вас Отец Павел Это у нас Баян А это у нас баян Почему баян Мы все бегали Мальчишками Играли конечно на гитарах Не в детстве У меня мама отдала В музыкальную школу С 6 лет За робота Пообещала мне Эту игру Естественно Родительский ход Пойти на прослушивание И прошел И с тех пор У нас дома был маленький аккордеончик Но нам советую музыкальной школе Что баян Он как-то лучше функциональней То что аккордеон Потом легче самому Овладеть А баяном тяжелее Но уже в процессе Потому что же есть И общий фоно Да Именно поэтому И с тех пор Пока я учился в музыкальной школе Конечно у меня было Это очень ленивое Все время И у меня мама Как я вас прекрасно поднимала Погоняла Постоянно Но я ничего не жалею Что школу закончил К сожалению Больше образования Как-то не получил музыкального А потом уже Как мы С отцом Максимом Дружили Общались И он мне предложил А может попробуем Я прям завидую Я всегда завидую И всегда обожаю людей Которые умеют играть Именно на баяне На гитаре я там Два аккорда знаю А вот на баяне Не научился Ну очень сложно Сказать что Я на нем умею играть Потому что Есть музыканты Которые владеют Замечательно То что у нас Ассоциируется баян Обычно Ну с гармошкой Скажем С какой-то деревней Такой Это конечно Не так сложно изобразить А вот играть Так как я хотел бы играть Это тоже надо Конечно этому еще Долго и долго учиться Ничего Еще вся жизнь впереди Еще научитесь Напоминаю нашим телезрителям 541-25-40 Телефоны прямого эфира Давайте Звоните Поактивнее Немножко пообщаемся Ну а пока Давайте Давайте что-нибудь Сыграем Сейчас мы Одну из Это почти Все композиции Сейчас новые Так Еще даже практически Нигде мы их и не играли То есть это Может дебют Вот Всех композит Сейчас мы Сыграем песню Называется Земля Ну Посвящается всем нам То есть Не просто Земле Как таковой Планете А всем нам Людям То есть Человечество Которое Вот Живет Между собой Как-то общается И несет Какую-то идею Конечно Зачастую Эта идея Бывает Не такие светлые Но хотелось бы Чтобы конечно Мы помнили О том Что мы Рождены Для того Чтобы Сделать Землю И друг друга Счастливее Счастливее Как встречала нас Земля Расскажи Как дарила нам Поля Все Воржи Капли Дождя Помывала И Солнца Лучом Запревала И Как Рынала Ты Земля Расскажи Как Горели Те Воржи Капли Дождя Капли Капли Помывала И Солнца Лучом Согревала Капли Я И Воржи Капли Капли Дождя И Солнца Лучом Воржи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все вместе Я даю начало Иногда и кто-то другой может дать Потом уже дорабатываем В зависимости от того, как нам понравится Пробуем, да Пробуем, записываем на диктофон Или на что еще И слушаем, как звучит Есть много программ Сейчас можно ноты писать и прослушать Они не дают полную картину Но в том числе дают какое-то понимание Понимание того, что происходит Я знаком со многими музыкантами И очень много людей приходило ко мне на квартирник И у всех было желание продать Уж простите, свою музыку У вас есть такое желание? У нас нет желания продать У нас есть желание показать Потому что все-таки мы батюшки А батюшки, они продать какие-то идеи хорошие Зачем их продавать? Их надо показывать И пытаться людям как-то Может помочь Может где-то послушать что-то Знать, сопереживать Научиться сопереживать друг другу То есть идеи продавать у нас как таковой нет Хорошо, я зайду с другой стороны Если завтра приходит продюсер И говорит Ребята, я хочу вложить в вас Не знаю, 10 миллионов долларов И чтобы вы Убрали с российской эстрады Киркорова с Басковым И чтобы во всех утюгах страны Звучали только вы Не запасно, что он может просто прогореть Не прогореть, это точно Есть специальные технологии Основное время занимает у нас Все-таки церковное служение Это все с благословения Да, опять-таки Да, да, да Здесь благословение Если такой вариант будет возможен То опять-таки Если какие-то деньги могут идти Они не пропадут И в церкви приметишь Поверьте Есть куда Просто даже мыслиться В какой-то степени Как продолжение церковного служения Музыка Все-таки Иначе смысла нет Если мы Конечно, понятно, что здесь есть доля Какого-то своего Попытка, может быть И сыграть то, что научились Да Но все-таки, да Пытаемся и тексты писать Чтобы это затрагивало душу Напоминало нам о том Что мы люди И какие мы должны быть Какими людьми Тогда вопрос Самореализации Да Понятно, есть основное Направление Так Я опять-таки по-мирски говорю Жизнедеятельности Да А самореализация Именно в музыке Насколько она сильна Для того, чтобы Продолжать этим заниматься И для того, чтобы Об этом знали Ну, как минимум Полтора миллиарда Я думаю, как Господь даст Если даст, чтобы кто-то послушал Кому-то понравится То будут слушать И это как-то пойдет Дальше Повлю Божию Мне кажется Самим это должно нравиться Ну, самим, да Нам нравится В любом случае Мы можем песни сочинять И играть Да Так для себя Чисто В принципе Но это скорее Когда нет развития Конечно Сочинишь Может кому-то дать спеть Можно еще Ну, какой талант Он как-то Стремится к тому Чтобы развиваться И в этом ничего плохого нет Это хорошо Творчество у нас заложено Да Это однозначно Хорошо Уходим с блока Такого коммерческого Переходим на Творческое Тоже я часто Этот вопрос задаю А кто были кумиры? Почему взяли Именно Это направление? Как оно формировалось Вот эта вот Музыкальная культура Которую вы Сейчас Исполняете В своей группе? Кумиры Или кто-то из музыкантов Кто повлиял? Да Наверное Все Известные музыканты Всего мира Вот так Практически Предпочтение кому-то отдать Что в один период Я слушал джазовую музыку В другую классическую Где-то Фьюжн Какой-то смесь Всякий Как не поднимаешь Можно сказать Что того люблю Того люблю Есть вот Пэт Мэтт Он играет Фьюжн Такая музыка Очень приятная Интересная Душевная Опять-таки Она все не обнимает Она дает некую часть Которую может показать А все обнимает От Чайковского Мусоргский Прокофьев Те же самые Даже как-то специально И не вырабатываем Какого-то стиля Стиль Даже мы не шли Ни за кем По стилю Вообще Ни за кем Вот Мы набирали Инструменты По дружбе По желанию И дальше Уже из этого Пытались Соорудить То, что соорудили Хорошо Опять захожу С другой стороны В мою Молодость Были И Цой Конечно Да И Бутусов Ну то есть Шевчук И так далее И так далее И так далее Кто наложил Свой определенный Отпечаток Музыкальный Не считая Конечно Мусоргского Бетховена Да Римского Корсакова И так далее Все конечно По чуть-чуть Отложили Потому что Невозможно Пройти Без Наверное Не слышать Ни Цоя Ни Гребенщикова Хотя Специально не слушал Поскольку К этой музыке Так Довольно-таки Не очень так Прям отношусь Что вот прям Слушать Особо Русская музыка Так Только классическая Бывает что-то нравится Потом как-то из этого Вырастаешь Где-то Земфира Даже у нее Тексты появлялись Какие-то такие Но опять-таки Не слушал специально Иногда что-то Проскакивало Тогда вот такой вопрос Буквально за несколько минут До эфира Я Завел разговор И Мы Вышли на такую тему А что Есть ли вообще Разделение Русская музыка Или Нерусская музыка Ведь насколько Я человек Без музыкального образования Но могу судить Что и Моцарт и Чайковский Писали Одни ноты На одном Нотном стане Можно ли музыку разделять На русскую Или нерусскую Музыку Думаю разделять Только если В этническом Народном Дает понимание Это народные лады Которые используются Причем во всех Та же пентатоника Используются Как и в русской музыке Так и В африканской музыке Поэтому Здесь особо Особо нет Ноты Они есть ноты В чем может разница быть Только в словах То есть Слова английские Хорошо ложатся на мелодику Они очень хорошо поются Они Они универсальны А русский язык Он более сложный Сам по себе С его согласными О которых запинаешься И поэтому Мелодика здесь Уже становится Более ровной И ритмичной Поэтому часто И называют русский рок Потому что там уже Как-то все Такое В одну То есть В сильную долю Там где-то Вот Не особо ищут Потому что и сложно В русском языке Пытаться Подражать Западам Сейчас вот мы видим Что происходит Русский язык Превращается В полуанглийский Что ли Какой-то Все пытаются Петь по-английски На русском языке Как бы И русский И уже не русский язык Звучит А что-то такое Что-то новое Что-то уже совсем Такое Ну и хорошо Что в нашей программе Звучит Настоящая музыка И настоящие Стихи Сыграем что-нибудь? Ну давайте Да Попробуем Давайте попробуем Песню Почему Следующая песня Называется Чайка Я ее называю Всегда Крылья Не ошибаюсь Потому что Все-таки Смысл Наверное В полете В крыльях Написали ее Прочитав Книгу Себастьяна Бах Ричарда Баха Американский писатель Мне кажется Американский Но не будем Бывший Писал на английском Точно Бывший летчик Бывший летчик Испытатель Он много летал И написал книгу Такую С элементами Религиозными То есть Там стоит человек Который живет Своей Обывательской жизнью Только дерутся Из-за еды И этим и живут Вот одна из них Понимает Что может Летать И может творить Что-то новое Ей захотелось летать Как-то Выше Чем все То есть Выше Не только за едой Но еще Понять полет Как он устроен И что за ним дальше И вот эта чайка Добивается того Что она По его рассуждению Попадает Чайке Богу Так скажем И понимаешь И понимаешь Не одна Такая Что есть Действительно Среди нас Те Кто стремятся Жить выше Этой суеты То есть Суетата Она всегда остается Но Если она нас поглощает Мы конечно Превращаемся Просто в потребителей Которые зачастую У нас сидят И выходить из нас Не хотят Песня Чайка Хорошо Что? И вот опять усталый свет Бьется в окно А мне давно покоя нет Очень давно Слишком крепко Держит меня Борь и тоска Земля заподнят И мне дай Крым белые Для полета дана Жизнь моя И лечу Птицей смелою Лишь свобода одна Земля заподнят Вечность моя Вечность моя И встречу усталый свет Небо взлетел, но там падающий рассвет Меня раскрытел, и вернулся, брат, на дам Свободой сошел, во веки живой Ты мне там, в грехе, в грехе, я в олета дам Жизнь своя, не лечу, ведь я смелую Ишь свобода, вечность моя Вечность моя Субтитры создавал DimaTorzok Ты мне там, в грехе, я в олета дам Жизнь моя, не лечу Птицей смелою, лишь свобода одна Вечность моя, вечность моя Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, спасибо большое Такой вопрос у меня Как часто вы собираетесь на репетиции? Хороший вопрос, хороший Ну, насколько есть возможность Обычно это раз в две недели Или раз в неделю Чаще Этого хватает? Этого не хватает Да Этого не хватает, но как есть, так есть Вот собираемся настолько Стараемся, чтобы раз в неделю хотя бы собраться Раз в неделю пытаемся, да Но чаще всего бывает, что раз в две недели Раз так чередуется Особенно собраться всем Тут у нас, кстати, и не все Расскажите о коллективе-то Мы здесь не все, нас пятеро Еще двое за кадром Ну, точнее, один в Одинцово Это наш бас-гитарист Станислав Попов И наш барабанщик Илья Лежукин К сожалению, сегодня мы без них Но здесь, я думаю, достаточно троих в принципе в этой студии Барабан и бас-гитары здесь, наверное, было бы уже многовато А я, между прочим, на трубе умею играть Есть вакансия Ну, это два, четыре аккорда на гитаре только Мы думали только два аккорда, да На гитаре, да Да, да, ну это просто так И как хорошо? Отступление Хорошо Хорошо Хорошо? Ну, в свое время, конечно, когда был молод и красив Да Ну, сейчас неплохо, неплохо Ну, полностью Хорошо, говорим о музыке Екатерина Чем вас привлекает музыка, которая играет группа «Отпост»? Ну, я думаю, что она мне просто по душе Мне с ними приятно эту музыку играть Хотя я никогда такой музыкой не увлекалась Ну, как бы не слушала, что-то уж прям что-то похоже Ну, вот отец Максим показал Мы сыграли, и вот как-то она меня зацепила, наверное И я с удовольствием А потом мне просто эти люди приятные Поэтому я с большим удовольствием прихожу на репетиции Чем чаще, тем уходишь всегда с позитивом в душе Вот, это, наверное Ну, насколько я понимаю, у нас Екатерина только с музыкальным образованием Насколько есть такое понятие совместимость звука-инструмента? То есть, да, виолончель, гитара, баян, там, не знаю, еще можно добавить Ну, и трубу, я уж на всякий случай Звук режиссера, которого нет А вообще, совместимость звука-инструмента Да, любые инструменты можно совместить между собой Абсолютно Современная техника И плюс, во-первых, мы играем, в принципе, на акустических инструментах Любые акустические инструменты, они способны жить вместе Все-таки это инструменты, которые близки к человеку Дальше уже начинается их разновидность электр, когда уже и звук нужен Чтобы большие площадки озвучить, там уже пошли дальше, изменяя всякие А так, в целом, любое, все, что живет и сделано подобно человеческой природе, что Господь створил То оно может жить и уживаться вместе, поскольку это все-таки звуки, имитирующие звуки природы Поэтому это все легко Просили меня, ответил, а сейчас Максим понравился Просите меня Иногда такое бывает Репетиционная база Где, где, кто приютил? Молокова Дом культуры Молокова Буревестник Буревестник нам очень помогает Спасибо им, надо сказать Безвозмездно нам дают возможность заниматься там, да Ну детская школа искусств тоже Детская школа искусств тоже нам помогает, да Потому что иногда, когда у них бывают мероприятия, мы можем иногда и попасть в школу искусств Ну это хорошо Спасибо, что директору Да Поскольку это очень Потому что школа уже сложнее Дом культуры Он более к этому расположен В школе там уже свои уставы Там надо и просить, и заявления писать Вот, поэтому там уже сложнее все Да Своя мирская жизнь Вот такой хотел еще вопрос задать Концертная Я бы назвал ее концертная Ну не программа, наверное А деятельность Как часто удается где-то побывать? На каком-то концерте, мероприятии Приглашают ли? Приглашают, но не так, может быть Часто? Да, не часто, но бывает, да Приглашают Но все-таки хотелось участвовать в концертной деятельности Конечно Наверное, да Поскольку мы знаем, что есть много И Евгений Тремаскин есть батюшка такой И вот и в Москве часто выступают И православные концерты бывают Довольно-таки у них много коллективов Есть и знакомый наш коллектив Ихтис И группа отца Олега Сачева Рейндропс тоже Вот И они тоже где-то по приходам Бывает нас зовут Мы на какие-то праздники уступаем Хотелось бы, может, больше Поскольку все-таки Ну, насколько я знаю Вот вы и в седьмой школе, да У вас было выступление на мероприятии И в нашей детской школе искусства На каких-то мероприятиях Да, выступали и в школе Да, очень нам понравилось Потому что там очень зал Современное оборудование И там можно действительно Могут и подзвучить И сделать так, чтобы это звучало Так Вот И выступали на приходе Вот недавно батюшку назвал На день, да? Выступали Тоже таким составом малым выступали Хорошо Вопросы жизни, что называется Как вы относитесь к такому моменту Когда музыкант А порой даже очень неплохой музыкант Выходит В переход Хорошо относимся Наверное Нет, смотря с какой стороны подойти Если у нее нет работы И он пытается так заработать Это одно Ну, в какой-то степени Да, но кладет футляр Если он хочет поделиться своим творчеством А есть такие люди Которые это делают Ради просто поделиться Поскольку они научились Это, наверное, реже все Это редко, да Сейчас есть Сейчас можно информацию размещать Зачастую такие люди Просто еще рекламируют себя Выступая в том или ином переходе Потом выкладываются на ютубе И какая-то у них идет популярность Соответственно, у них начинает это работать На какую-то уже коммерческую основу Дмитрий, опыт хотят наработать Публичность Есть, да Может быть, страх победить Такая идея всегда есть Победить страх перед выступлением Всегда есть ответственность Есть гордыня, которая нам мешает Многое делать чего Многое И с этим, конечно, побороться бы хотелось бы Даже, может быть, и таким путем У нас было такое понятие Публичное одиночество Казалось бы, такое Но когда стоишь в переходе И общаешься с людьми Такое публичное одиночество У нас есть телефонный звонок Нашего телезрителя Давайте пообщаемся Добрый вечер Здравствуйте Да Я хотела бы задать вопрос К сожалению, я не сначала передачу смотрю Возможно, уже речь об этом шла Мне интересно, почему группа носит такое название Что это в переводе означает? Это первый вопрос И еще вопрос такой Мне было интересно Это во время того, как проект «Голос» был Там участвовал, если вы помните Такой отец Фотий Вот ваше мнение Вы одобряете такое участие Такое продвижение В музыкальном творчестве этого человека? Или просто я знаю, что мнения разные были Мне, например, понравилось Как вам? Спасибо Спасибо Ну, на первый вопрос мы уже ответили Но давайте уже еще раз для нашей Кратко Да Отпуст — это конечная молитва богослужения Вот А теперь по поводу голоса и участия Мы можем несколько мнений услышать Да Мне понравилось, во-первых, потому что божественное пение у него было И я даже голосовал за него, честно скажу, не раз Вот С точки зрения церкви, да Его благословили, он брал благословение Долго он Он сам уже и особо-то не хотел Кстати, недавно видел его в метро Вот до этого я его тоже встретил Тоже он пел Тоже я случайно На бабачике приехал в гости И вот он там пел тоже песни эти итальянские И благословили, почему нет? Почему нет? Поскольку действительно этот голос был построен Это было построено так, что Луч света какой-то должен быть в нашей жизни, да Здесь, может быть, он не самый великий певец, который есть Но его пение довольно-таки хорошее Оно показало, что Какой-то лучик, да, действительно И там затрагивались темы, да И больных детей И все это как-то вот в одной вкупе понималось Что он это творит не ради того, чтобы прославиться Потому что сейчас, ну где отец ходит? Если бы он прямо такой сейчас гастролировал Там вот как Ну да, да Пазал всему миру Нет, это было не ради этого Ради показать, что батюшка, вот он тоже есть И тоже может И тоже он такой же человек, как все Это какое-то дало толчок к тому пониманию Что батюшки, они тоже люди, так скажем Они просто ангелы, которые летают И лишь ездят на машинах вокруг нас В то же время он церковь показал все-таки с хорошей стороны Конечно Это очень важно Ну а там, как некоторые говорят Вот насколько это полезно или вредно для спасения Я думаю, что это уже останется, может быть, тайной Души отца Фоти Зачем нам туда влезать? Потому что не стоит Хорошо К сожалению, к сожалению, время наше подходит к концу У нас есть еще, что посредством музыки рассказать нашим телезрителям? Есть одна песня с прологом, с таким, с небольшим Вот Сейчас попробуем исполнить Называется «Когда-нибудь» И стихотворение прозвучит Отец Павел, как называется? Ну, никак не называется Ноту ли он может Еще чуть-чуть И скажут нам колокола Что скоро служба, ибо день воскресный И обнимает нежно солнце купола Что как маяк сияет в Поднебесной Взойдя на паперть Далее войдя в притвор Традиционно пишутся записки Восьмиконечного креста простой узор Имен знакомых увенчает списки Столбцы оздравии Столбцы за упокой Из тех имен обычно вырастают За именами люди с их бедой И их грехи омоет кровь слетая У Бога же вы все Сомнений в этом нет Но факт один подумать заставляет Стабильно имена Бредут след в след Из одного столбца в другой шагая Еще чуть-чуть И так же наши имена Покинут навсегда столбец Заздравный Найдется ли тот Чья память будет столь сильна Что впишет нас в иной столбец Исправно 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 моего. Не плачь, не плачь, Тобу встретимся в вечности. Когда-нибудь мы расстаемся, Но в сердце твоём останусь я. Молит в бессмертные повести Рассеют печаль и горести. Когда-нибудь мы расстанемся, Обиды в прошлом останутся. Простим по возможности, Раны без вечной юности. Когда-нибудь встретимся. Не плачь, не плачь, Видишь в облаках черты лица моего. Не плачь, не плачь, С тобой встретимся в вечности. Субтитры создавал DimaTorzok Отец Павел, Отец Максим и Екатерина. И всё это группа Отпуст. Спасибо вам большое за то, что пришли И поделились своим творчеством. А теперь, что называется, Полтора миллиона просмотров Как минимум за первые три дня на YouTube. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok